Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие зрители. Доброе утро. Мы приветствуем вас на первом международном юношеском конкурсе пианистов имени Сергея Рахманинова. С вами Ксения Дежнева и Алексей Барабанов. Здравствуйте, дорогие зрители. Добро пожаловать на первом международном юношеском конкурсе пианистов имени Сергея Рахманинова. Только что закончилась настройка рояля на сцене, эти блаженственные звуки, клавиш. Скоро, скоро, скоро стартует сольный тур. А вечером, мы сразу же привлекаем ваше внимание, будет официальное открытие конкурса. Концерт с участием художественного руководителя и председателя жюри народного артиста России Дениса Мацуева в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Юлия Ткаченко. А еще днем ранее прошла жеребьевка. Давайте посмотрим, как участники вытаскивали свои, надеемся, для каждого счастливые номера. Для этого мы подготовили специальный видеодневник. The first round of the competition will start in a few minutes, and we are looking forward to the opening concert in the evening. The artistic director and the head of the jury of the competition, Денис Мацуев, will play Rachmaninov with the Moscow State Symphonic Orchestra. And now, let's watch the first video block of the competition. Мне очень приятно приветствовать сегодня здесь так много участников из самых разных стран мира. И, конечно, мне хочется пожелать всем вам терпения, спокойствия, концентрации и непременно удачи. Thank you. Это хорошо. Я хотела, чтобы второй тем, потому что я хотела еще немножко подготовить. Это очень хорошо. Я и хотела во второй теме. Моя номер 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 и я чувствую, что когда я слушаю другого соревнования, я чувствую больше прессу, чем играть в первую очередь. Я думаю, что это не плохое. Я очень счастлива с номер один. Номер девять. Номер девять. Номер девять. Номер девять. Четвертый. Я люблю играть, потому что я не люблю ждать слишком много. И я могу держать мои эмоции очень хорошо. Я не знаю, я достаточно скептически отношусь к номерам. Самый любимый, кстати, у меня номер на третий, но... Значит, такая судьба. Я не привязываю никогда к номерам, ничего. Я очень люблю Рахманин. Он один из моих любимых композеров и пианистов. И я могу найти много разных эмоций, глубоких эмоций в его музыке. Поэтому я просто влюбился с его музыкой. Я в огромном предвкушении. Я просто приехал на праздник. Для меня уже праздник то, что буквально вот послезавтра мы услышим завтра, послезавтра будут звучать концерты в исполнении Дениса Мацуева. Третий концерт. Это мой самый любимый концерт. А потом еще и четвертый. То есть уже праздник. А все остальное вы увидите, когда мы будем играть на сцене. Это был дневник о том, как прошла жеребьевка участников нашего состязания. Ну а первые восемь пианистов будут исполнять произведения российских и зарубежных композиторов. Фрагмент из музыки Сергея Васильевича Рахманова при этом обязателен к исполнению. По рекламенту на то, чтобы показать свое мастерство жюри, у исполнителей есть 20-25 минут. Но строгие судьи всегда могут остановить исполнение раньше. Во втором туре пианисты будут играть с оркестром. И тут хочется пояснить, что после первого тура никто из претендентов на победу отсеян не будет. Все проходят во второй тур для того, чтобы сыграть произведения с оркестром. А вот по итогам этих двух прослушиваний пять счастливчиков пригласят на заключительный гала-концерт. Кроме того, финалистам будут вручены пять премий-лауреата в размере 350 000 рублей. Для оставшихся предусмотрены дипломы и утешительные призы в размере 100 000 рублей. The first round of the competition is a solo performance. The contestant can choose different composers, but the piece of Rachmanino's music is obligatory. In the second round of the 15 participants will perform with an orchestra, but only five laureates will perform at the final gala concert. Я предлагаю начать знакомить наших зрителей с непосредственными участниками конкурса. И первый номер для кого-то, этот номер страшный, для кого-то наоборот, очень приятный, сыграл и свободен. На жеребьевке вытянул юный музыкант из Вьетнама Ды Кьен Нгуэн. Юноше 15 лет, и он уже завоевал первые премии на многих влиятельных конкурсах в Европе и Азии. Let's watch the presentation of our first participant. Нгуэн Ды Кьен from Vietnam. Hello, my name is Dы Кьен, and I'm 15 years old. I was born and brought up in the capital of Vietnam, Hanoi, which is a very fascinating and lovely city. Hanoi is known for its mind-blowing sceneries throughout four distinctive seasons, including spring, summer, autumn, and winter. You might have already heard of the sword lake that lies at the heart of the city. Back to our main focus, besides from playing the piano, I also have a great passion in playing soccer. I used to always have a ball all around my feet, which annoys everyone else a lot. But now, a lot of things have changed, since music, perhaps, may have taken the lead on the score sheet. I also play the violin as well. Being a part of the Vietnam Youth Orchestra in the Vietnam National Academy of Music has given me so much opportunity to play and learn under critical and demanding teachers. Some of them, interestingly, spent a lot of time studying music in Russia. My current professor, who spent 15 years studying music in Russia, often tells me the stories about his journey and the great beautiful Russia. And I just can't wait to go there. In fact, two of my beloved pieces, which is the Second Concerto and the Fourth Moment Music God, by Rachmaninoff, are two of Russian music's great masterpieces. It's Dekyen Nguyen. It's Dekyen Nguyen. It's Dekyen Nguyen. It's him to have a pleasure to have a win, to play the first stage. You know, you would like to play the first stage. You know, Ksini, I'd like to have a holiday in Vietnam. It's so warm, 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 warm. It's all possible to play football with our participants. It's the best of our participants. It was a great holiday, a great holiday. Но мы при этом остаемся здесь, в Великом Новгороде, где согреваем теплом музыки областную филармонию. Ну и вас, конечно, дорогие зрители. Ну а следующий участник, которого вы сегодня услышите, это Цинь Яо Яо Цзи, 13-летняя пианистка из Китая. Несмотря на свой юный возраст, она уже выступала с концертами в США, Германии, Нидерландах и других странах. И это неудивительно, ведь в музыке она учится с трёх лет. Вот сколько можно успеть. Our next participant is Ци Цинь Яо Яо from China. Hello, everyone. My name is Яо Яо. I'm from Shanghai, China. I'm 12 years old and I'm a grade 7 student in the middle school, affiliated to Shanghai Conservatory of Music. I began to learn to play the piano when I was 3 years old. The piano is like a big toy for me, which can a lot of fun and joy to me and to my family. In addition to playing the piano, I also enjoy playing the Chinese bamboo flute, Chinese painting and reading. I'm very honored to participate in the Rahmaninov International Youth Piano Competition for Young Artists. And I hope to be friends with other contestants. And I'm sure that we will all enjoy the competition. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. There were 120 applications from 8 countries, such as Russia, Belarus, Vietnam, Kazakhstan, China, Colombia, Norway and Uzbekistan. But only 15 have been invited here to Novgorod. Six from Russia, six from China and three from Colombia, Vietnam and Belarus. Well, and of course, let's talk about an authority and the jury of the competition. And of course, here is a balcony. На котором и разместятся строгие судьи, так что, как поется в известной песне, мне сверху видно все, ты так и знай. Не только видно, но и слышно, конечно, дорогие друзья, ничто не ускользнет от пристального внимания известных артистов, педагогов, деятелей культуры из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама. Это Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жанья Убакирова, Та Куан Донг, Максим Могилевский, Владимир Троп и Валерий Песецкий. The jury includes famous artists, teachers and cultural figures from Russia, Kazakhstan, Great Britain, Germany, Belgium and Vietnam. Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жанья Убакирова, Та Куан Донг, Максим Могилевский, Владимир Троп and Валерий Песецкий. Ну и, конечно же, председатель жюри, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев. And, of course, the chairman of the jury, artistic director of the competition Денис Мацуев. Ну что ж, мы ждем начала состязания, ждем первого участника. Вы видите за нами, что зал заполняется зрителями, и очень приятно, что утром такой интерес. Кто же это? Кто эти люди? Кто приходит посмотреть и послушать конкурс? Особенно приятно, что сегодня очень много детей. Ведь конкурс юношеский, и мне кажется, это так важно передавать традиции молодому поколению. Конечно, и это символично, ведь именно ребенком Рахманинов жил в этих краях в Великом Новгороде. И поэтому все здесь именно для детей и юношества. Действительно, очень много зрителей, они приходят вместе с родителями. Я уверен, что и со многими педагогами. Вот, Ксения, какое значение педагога в жизни человека, особенно у музыканта? Ну, я сама как педагога, преподаватель Московской консерватории скажу, что педагог играет огромную роль в жизни каждого студента. Какую? Профессиональную или психологическую? И ту, и другую. Как наставник, как психолог. Можно ли обратиться к своему педагогу с какими-то жизненными проблемами? Вот как ты думаешь, к тебе обращались ли твои ученики? Ко мне студенты все время приходят с какими-то своими жизненными проблемами. Так, например, поделись, что тревожит молодежь сейчас? Всякие разные ситуации. Может быть, просто плохое настроение. Педагог должен даже это уметь скорректировать. Ну что ж, друзья, я уверен, что и педагоги наших музыкантов умеют все и даже больше. Мы, конечно же, хотим обратить ваше внимание на то, что именно здесь, в Новгородской областной филармонии имени Оренского, работает выставка. Выставка, которая называется «Вселенная Рахманьного». Она откроется сегодня днем, и на ней представлены очень интересные архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством Сергея Васильевича Рахманинова, выбранные Российским национальным музеем музыки. Эта выставка подготовлена специалистами, музейщиками. Поэтому, кто здесь, обязательно приходите в фойе Новгородской областной филармонии, чтобы в деталях все рассмотреть. Ну что ж, начинается прослушивание. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области. Организацию и проведение конкурса осуществляет Федеральное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт» при участии Новгородской областной филармонии имени Оренского. В течение недели в рамках культурной программы конкурса будут работать выставки, посвященные творчеству Сергея Рахманинова, пройдут концерты и мастер-классы. Подробное расписание можно найти на сайте конкурса. Все конкурсные события транслируются онлайн при поддержке крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте конкурса и его сообществе ВКонтакте. Итак, мы начинаем прослушивание первого тура конкурса. Представляем членов жюри. Народная артистка Республики Казахстан, кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции, Ордена за заслуги перед культурой Республики Польши, Женя Аубакирова, Казахстан. Заслуженный артист РСФСР, кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции, Виктор Ересько, Россия. Приглашенный солист Московской консерватории, концерт Хаус в Берлине, концерт Бигао в Амстердаме, Барбикон Холл в Лондоне, эксклюзивный артист Бис Рекордс Фредерик Кемпф, Великобритания, Германия. Приглашенный солист Корнеги Холла, Линкольн Центра, Центра Искусств Сегерстрема в Зальцбурге, директор фортепианной программы в Шицзянском медиауниверситете в Шанхае, профессор Максим Могилевский, Бельгия. Народный артист России, профессор Московской консерватории Ирам Гнесиных, Владимир Овчинников, Россия. Заслуженный артист России, ректор Центральной музыкальной школы Академии Исполнительского Искусства, профессор Валерий Пясецкий, Россия. Заслуженный деятель Искусств России, профессор Московской консерватории Ирам Гнесиных, Владимир Троп, Россия. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Республики Вьетнам, Та Куан Донг, Вьетнам. Председатель жюри и художественный руководитель конкурса, народный артист России, Денис Мацуев, Россия. Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к программе прослушивания и первый конкурсант Нгуэн Дэк Кьен, Вьетнам. Рахманинов, этюд-картина «Ре минор», сочинение 33, номер 4. АПЛОДИСМЕНТЫ Рахманинов, этюд-картина «Ре минор» Рахманинов, этюд-картина «Ре минор» Рахманинов, этюд-картина «Ре минор» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И я дополню, что награжден именной премией губернатора этого региона. А в прошлом году выиграл 21-е молодежные Дельфийские игры. Но давайте послушаем, что же сам Александр хочет рассказать о себе. Я начал заниматься музыкой в 5 лет. Моя главная мечта в жизни – это победы на известных конкурсах, таких как конкурс имени Чайковского, имени Шопена и Уэнк Лаверна. Сейчас моя главная цель – это участие в конкурсе Рахманинова. И я очень рад, что я участвую в нем. Вообще, участие в таких конкурсах – это очень ответственно. Поэтому постоянно приходится поднимать планку, быть более требовательным к себе. Занятия музыкой закаляют волю, делают более выносливее. Также участие в концертах и конкурсах дарит возможность общения с прекрасными пианистами-исполнителями. И конкуренция с ними выводит на более высокий уровень. Вообще, в свободное время я люблю гулять по лесу в одиночестве, отдыхать на природе. Мне нравится водить машину, я увлекаюсь самолетами. Также я предпочитаю знакомиться с новыми городами России, бродить в одиночестве по улицам, смотреть на архитектуры, отмечать детали. Это побуждает воображение, создает определенное настроение. Это была видеовизитка Александра Князева, который только что выступил на сцене Новгородской областной филармонии. Ну а у нас в ложе первый член жюри на интервью. Это народный артист России, профессор Московской консерватории Академии музыки имени Гнесиных. Владимир Павлович Овчинников. Здравствуйте, Владимир Павлович. Добрый день. Я всегда, когда вас встречаю в ситуации чуть больше, чем здравствуйте, признаюсь своей любви к вашей записи трансцендентного этюда «Метель» Ференца Листа. И эта запись, насколько я знаю, сделана в непростых условиях. Она как-то чуть-чуть особенность какую-то свою имеет. Это действительно так? Это был мой первый диск. И работа велась на знаменитой Эбби Роуд студии EMI, на которой записывались и Битлз, и Пинк Флойд. И это все надо мной, так сказать, давлело очень сильно. Первый диск. Я понимал, что все, что я там не запишу, должно остаться в истории. И это, конечно, было тяжело. И вы не поверите, именно на этом этюде у меня случился казус. У меня не получались хроматические расходящиеся гаммы на последней странице этого этюда. Представляете? Я всех выгнал со студии. И полчаса занимался просто. Представляете? А там, можете себе представить, сколько стоит минуты записи. Там наверняка график расписан. И график расписан. И стоимости были бешеные, как и сейчас. Но дело не в этом, а в том, что, в общем, удачная запись получилась. Я ей немножко сам горжусь. И, в общем, было потом несколько вариантов. Так сказать, их перепечатывали. И, в общем, это уже история моя личная. А вот если говорить о звуке, который мы слышим через те или иные трансформирующие его приемники. Не так вот в зале, акустически, а именно через какие-то средства, которые его нам передают. Можно сказать, что одно и то же произведение, которое услышит человек в зале и в записи, будет звучать по-разному? Немножко есть для профессионального уха. Я просто вспоминаю одну из своих записей, где мне звукорежиссер предложил акустику Большого Зала, или Карнеги Холла, или Мюзик Ферраина и так далее. Создать атмосферу, да, в записи? Да, да. Но главное, конечно, это сам инструмент, и это то, как исполнитель, так сказать, передает пожелания и идеи, мысли самого композитора. Вот, поэтому это самое главное. Самое главное заставить внимательно слушать слушателей, потому что в записи это сделать гораздо сложнее. Там чистая, как бы, звук, чистая музыка идет. Здесь все-таки замечательно красивый зал, и эмоции, которые кипят на сцене, они передаются сразу слушателю, и слушатель поэтому и ходит на концерты, а не слушает только записи, потому что он должен принимать достаточно активное участие в воспроизведении гениальной музыки. А здесь эмоции долетают до балкона членов жюри? Конечно, конечно, конечно. Поэтому мы аплодируем, поэтому мы внимательно слушаем, и это все, мы находимся вот в этой атмосфере. А как вы относитесь к юношеским конкурсам? Очень трепетно и с огромным удовольствием, потому что дети все играют не только выученную, так сказать, программу, но они играют это очень честно, искренне, вот как получается. Вот, и они еще, как бы, не испорчены своим будущим опытом, так сказать, концертных выступлений или назидательных, так сказать, педагогов и так далее. То есть они, в общем, во многое верят, многое у них поэтому получается, и они искренне раскрывают свое сердце, свою душу на сцене. Поэтому мы с удовольствием слушаем именно вот юноши и детей, потому что они действительно еще, ну, еще ангелы. Ну, а если говорить о России, о нашей российской музыкальной школе, вот мы только что в видеовизитке перед ней обратили внимание наших зрителей на то, что Александр Князев из Самары. Он представляет не Москву, не Санкт-Петербург, не такие крупные столичные центры. Вот насколько сегодня юный, молодой, талантливый музыкант может найти свое образование в регионах отличных от крупных столичных? Вы знаете, наши регионы, ну, во-первых, было время в советский период нашей истории, когда нужно было отработать многим закончивающим, так сказать, высшее учебное заведение в Москве. И они распределялись по регионам каким-то. И в этом плане это было, в общем, достаточно разумно и правильно, потому что многие таким образом открывались настоящие школы. И в Казани, и в Новосибирске, мы знаем, в Саратове вообще третья после Питера и Москвы консерватория. Поэтому это все имело большое значение. И там, так сказать, воспитывались потом во время войны, когда была эвакуация многих культурных центров, школ в Ташкент, в Алма-Ату и так далее. Там тоже оставались и открывались, и замечательные школы, так сказать, это все до сих пор дает какие-то результаты. Поэтому я считаю, что наша страна, она вообще, то, что Ломоносов говорил, что Сибирью прирастать будет, это не просто, так сказать, территория, а это именно наши таланты. Многие из Сибири, я уж не говорю про Дениса Мацуева, вот. Многие приезжали даже из Дальнего Востока, так что Россия богата действительно. Но надо вовремя приехать все-таки в один из центров и получить все-таки несколько лет образования в наших замечательных школах. Центральная музыкальная школа, Гнесинская школа, потрясающая. И потом уже в высших учебных заведениях. И потом, так сказать, конечно, быть артистом мира, можно так сказать. Владимир Павлович, Вы заслуженно являетесь одним из главных в нашей стране интерпретаторов музыки Сергея Рахманинова. Вот в чем ее сложность для юношей и с чего лучше начинать? Рахманинов трудный для исполнения композитор, потому что он с первых своих опусов показал, так сказать, не только свою искреннюю, так сказать, открытую душу, русскость, так сказать, но и большие технические сложности. Потому что ему самому, наверное, легко давалось фортепиано. Ну да, у него были большие руки, к этому надо тоже приспосабливаться и так далее. Но мне кажется, что здесь очень важным фактором является просто воспитание исполнителя как музыканта, не только как пианиста, но как музыканта. Потому что его искренность невозможно как-то подделать, спрятать или чем-то заменить, понимаете? Это музыка, которая живет с нами, как и музыка Чайковского, в общем, с ранних лет. И мы ее все должны не просто знать, а чувствовать, понимать и передавать честно и искренне. Вот это самое трудное, но и самое приятное, потому что публика это сразу чувствует, реагирует. И ты становишься частью этого микро- или макрокосмоса композитора. Владимир Павлович, мы благодарим вас за интервью. Честность и искренность это еще и ключевые качества Владимира Павловича Овчинникова. Каждый раз искренне признаемся в том, что этот народный артист действительно самый настоящий пример для подражания. Член жюри конкурса «Народный артист России», профессор Московской консерватории Владимир Овчинников сегодня вместе с нами. Ну, а я предлагаю нам посмотреть видеовизитку следующего конкурсанта. Давайте познакомимся с ним. Это, согласно жеребьевке, Георгий Мазуров. Меня зовут Георгий Мазуров. Я студент Центральной музыкальной школы Академии Исполнительского Искусства. Музыка — это огромный океан, в который ты погружаешься просто с головой. И, что самое удивительное, на этой глубине уже нужно научиться дышать без акваланга. Порой ни сил, ни времени не остается после занятий музыкой, но нужно как-то силы восстанавливать, и я считаю, что обычного сна недостаточно. Мне помогает тишина. И тишина не просто как отсутствие каких-либо звуков. Нет. Тишина во всем. Я абстрагируюсь от телефона, от интернета, от людей и порой даже от музыки. Но это случается довольно редко. Кстати говоря, о тишине. Вот если бы люди говорили меньше, их слова приобрели бы больший смысл. А музыка — это тот же монолог, но без слов. И если в нем нет наполнения, то спрашивается, а какой в нем смысл? Теперь о вдохновении. Лично для себя я выбрал классическую литературу. Это неотъемлемая абсолютно часть. Уже меня. Моей души. Порой, когда я беру какое-то новое фортепианное сочинение, или там для фортепиана с оркестром, я всегда нахожу какую-нибудь ассоциацию в примерах классической литературы. И вообще считаю, что каждый музыкант должен быть очень начитанным. Почему? Ну вот, к примеру, человеку 15-16 лет, и он хочет исполнять сочинения, как второй концерт Прокофьева, второй концерт Брамса, соната Листа. Технически у него, конечно, все получается. Пальцы быстро бегают. Но вот вопрос, а сможет ли он их наполнить, понять? Чтобы понять такие сочинения, нужен огромный жизненный опыт. Нужно много чего пережить. И в силу такого юного возраста, естественно, наличие данного опыта просто невозможно. Вот тогда мы и обращаемся к классической литературе. Потому что, когда ты читаешь произведения, ты полностью погружаешься в эту атмосферу. Ты чувствуешь и переживаешь то, что чувствует и переживает сам главный герой. Свободного времени у меня немного, конечно. Но если таковое имеется, я, например, очень сильно люблю рукоделие. Это вышивание бисером, крестиком. Да, мне это очень нравится. А также изучение различных языков. В последнее время меня привлекают языки семитской группы. И к ним относятся иврит, арабский. И с недавнего времени меня заинтересовал язык арамейский. Это была видео-визитка участника Георгия Мазарова, который рассказал очень интересную вещь о том, чтобы для того, чтобы отдохнуть, ему недостаточно просто поспать. Ему нужно побыть в тишине. И ты знаешь, я его очень хорошо понимаю. Я тоже. А до этого, буквально несколько минут назад, у нас в этой ложе состоялась очень интересная встреча с одним из членов жюри, народным артистом России, профессором Московской консерватории и Гнесинской академии Владимиром Овчинниковым. Ну что ж, друзья, мы с вами планомерно движемся вперед. И сейчас настало время познакомиться с еще одним нашим конкурсантом на международный конкурс имени Рахманинова. Действительно, выбраны очень сильные ребята. И кто же наш следующий участник? Да, я согласна, что лучшие из лучших сейчас приехали сюда, в Новгород, для того, чтобы состязаться на этой сцене. И следующий участник Глеб Семенов, лауреат телевизионного конкурса «Щелкунчик». Здравствуйте, меня зовут Глеб Семенов, мне 14 лет, я из Москвы. Я родился в Международный день музыки, 1 октября. Обучаюсь в музыкальной школе при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Мой педагог Алексей Алексеевич Холодов. Мои любимые композиторы – это гениальный полифоничный бах и технически совершенный лист. Иногда я слушаю современную музыку, интересуюсь живописью, люблю смотреть фильмы. Это меня вдохновляет. В свободное время я хожу в бассейн, катаюсь на велосипеде. Мои любимые предметы в школе – это химия и биология. Мне очень нравится гастролировать и выступать с концертами. А еще я очень люблю играть с оркестром. Недавно я открыл для себя романс Сергея Васильевича Рахманинова в транскрипции «Володосе». Еще я очень люблю современную музыку. Мой любимый современный композитор – это Эйнаюхани Раутавара. Я бы хотела пожелать всем участникам юношеского конкурса Рахманинова удачи и вдохновения. Это была видео-визитка Глеба Семенова. Ну а третьим участником будет Лев Бакиров после смены рояля. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Скоро начнем прослушивание, вернее продолжим прослушивание конкурсантов. И, кстати, Георгий Мазуров, который сейчас выйдет на сцену первым после перерыва. Интересный факт. Ты смотришь мультфильмы, нет? Я смотрю мультфильмы. А я не смотрю, поэтому я прочел этот факт, что Георгий Мазуров сотрудничал с телеканалом «Карусель», где снимался более чем в 25 музыкальных сюжетах. И при этом выступал с сольным концертом в Эрмитаже. Но очень интересный факт. И здорово, что Георгий Мазуров, будучи сам юным музыкантом, уже просвещает таких же юных и молодых, как он сам. Ну что ж, друзья, в зале по-прежнему много слушателей, много зрителей. И отрадно, что они никуда не покидают Новгородскую областную филармонию. Оставайтесь и вы с нами. See you soon. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Бакиров Лев Россия Шуман, лист, посвящение, ля бемоль мажор Шопен, скерцин номер 3 для фортепиано, додиес минор, сочинение 39 Чайковский, Рахманинов, глыбельное, сочинение 16 Рахманинов, прелюдия, ля минор, сочинение 32, номер 8 Рахманинов, прелюдия, ре мажор, сочинение 23, 4 Прокофьев, соната для фортепиано, номер 2, ре минор, сочинение 14 Первая часть Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Всем добрый день, меня зовут Лев Бакиров, мне 12 лет Я родился в Перми, откуда и передаю свой привет Здесь я начал заниматься музыкой и полюбил играть в шахматы и рисовать Три года назад я переехал в Москву, поступил в школу имени Гнесиных Там у меня появилось много новых друзей и новые увлечения Я люблю собирать кубик Рубика и играть в бадминтон Также я не забываю приезжать сюда, на малую родину, в Пермь Я люблю кататься на лыжах, здесь очень белоснежная зима И я очень люблю приезжать в свой любимый храм Я очень рада, что поеду на конкурс на родину моего любимого композитора Сергея Васильевича Рахманинова Я с нетерпением жду, что у меня появятся новые друзья и я получу новые впечатления от конкурса До встречи на Новгородской земле Что ж, мы снова в прямом эфире и у нас в гостях пианистка, профессор Казахской национальной консерватории Женье Олбакирова Женя Ихьяйна, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы нашли минуточку, чтобы зайти к нам и пообщаться с нашими зрителями И вот у меня к вам такой вопрос Ведь все чаще и чаще призовые места на конкурсах занимают артисты из таких стран, как Китай, Корея, Вьетнам Вот, например, в Московской консерватории, я там преподаю, поэтому знаю Достаточно много таких студентов Скажите, пожалуйста, о вашей консерватории в Казахской национальной есть такие студенты? Вы знаете, они периодически бывали, но, может быть, не так много Другое дело, что я сама знаю, что такое этот азиатский регион Я неоднократно давала мастер-классы и в Китае, и во Вьетнаме, и в Корее, и в Малайзии И они, конечно, играют так, что нечего сказать Потому что какое-то время назад они играли, но не очень понимали специфику интонационно русской музыки А сейчас они все понимают, играют лучше всех И как бы не хотелось это признавать, это так на самом деле Они просто уникальные Я была последний раз на конкурсе во Вьетнаме, в Ханое И там было, это был международный конкурс, и были одни вьетнамцы, которые из Штатов, из Канады, из Европы, из России И они играли так, что невозможно было их пропустить так много, но они все были совершенны Поэтому что-то в них есть такое, что они играют все лучше и лучше Скажите, пожалуйста, вот такой интересный вопрос Информально и общечеловечески В фортепианном репертуаре, ну если талантливый парень, если у него хороший слух и хорошая школа, то разницы нет Другое дело, что может плохо играть, и тогда, может быть, и слышно что-то Тут слышно, что качества нет, слышно, что не очень много отрабатывал, не очень много читал книг, и не в очень культурной среде воспитывался Вот такая разница, интенсионно нет Понятно, это очень интересно, спасибо большое Ну, конечно же, вопрос, который я не могу вам не задать Что для вас, Сергей Васильевич Рахманинов? Сергей Васильевич Рахманинов — это наше все, как мы любим говорить Потому что, знаете, когда я была маленькая, ну, как я заканчивала школу, играла второй Рахманинова И моя мама на кухне, когда я играла вторую часть и вторую тему из него, она напевала абсолютно казахскую мелодию Вот это И я знаю, что Рахманинов общался с Затаевичем, который был исследователем казахских мелодий И тогда в его музыке очень много восточной интонации Я это практически во многих произведениях ощущаю Поэтому, ну, это действительно общее человеческое достояние Например, корейцы, им трудно говорить, японцы, Рахманинов, они говорят Рах Рах третит Я всю жизнь играю Рахманинова, и я обожаю И в разные периоды жизни этот автор тебе что-то новое дает Конечно, я счастлива Я радуюсь за душу Рахманинова, которые вот вечны Какие ваши любимые произведения, скажите, пожалуйста Да все Музыкальный момент чудесный Третий Рахманинова, второй Рахманинова Рапсодина, тема погонения, прелюди, этюды, Олега, романсы, конечно, фантастические Все, что вчера исполнил для нас Иван Бессонов в преддверии открытия нашего конкурса Это было совершенно незабываемо И бесовка какая, да? Это да Скажите, пожалуйста, вот именно в вашем творческом пути музыка Рахманинова какую сыграла роль? Ну как? Она у любого музыканта обязательно сделает какую-то важную роль, мне кажется Я, по крайней мере, в Париже выиграла конкурс, и в финале я играла второй Рахманинова Я третья Рахманинова занималась с Михаилом Плетневым, что-то не важно, да? Я играла абсолютно тема погонения под руководством Плетнева как дирижера с Российским национальным оркестром Я играла в концерт-хаус в Берлине Но я периодически программы, сольные программы Рахманиновские играю И мне кажется, это... А что еще играть? Если не играть Рахманинова, тогда зачем вообще жить? Концертировать, да? Спасибо вам большое У нас в гостях... А почему про детей ничего не спросили нынешних, которые играют? Я думаю, что у нас еще будет обязательно возможность пообщаться с вами и про детей Такое удовольствие, такое удовольствие слышать малышей, которые так играют хорошо и с такой глубокой духовной содержимой, с духовным содержимым Что радуешься, что мы все причастны к этому, да? Это просто удовольствие, потому что некоторые конкурсы, это очень трудно Сидишь и устаешь, и засыпаешь А здесь сплошное удовольствие И спасибо, организатор Спасибо работе Дениса Вацуева и всем вам Спасибо, Женя Ехьяновна Спасибо вам большое Профессор Казахской национальной консерватории Женя Аубакирова И мы переходим к следующей визитке Студент Шанхайской консерватории по имени Ифань У И теперь мы познакомим к вам, Ифань У, из Киина Здравствуйте, меня зовут Ифань У, и я 14 лет Я из Киина, и сейчас живу в Шанхай Когда я был 4.5 лет, я начал учить пиано Ифань У, и это было 10 лет Ифань, и я начал учить пиано Когда я был 5 лет, моя мама играла пиано Пиано для меня Моя мама тоже имеет пищу для музыки Инфлюдая по моему роду, я gradually fell в любовь Пиано Я хочу стать успешным пиано Я люблю музыку и пиано Моя хобби Моя хобби Моя хобби Тебе теннис игрок, Шу Ю Чи, мой любимый бадминтон игрок. Их passion для спортсмена всегда inspired меня. Также, я также люблю спортсмены, как спортсмены. С спортсмены, я могу испытать скорость от света, а также эксцитменты от adventure. Мне было огромное удовольствие приглашать в рахманинах интернациональной юз-пиано-компетиций. Спасибо за слушать. Он представляет Южную Америку, учится последние пять лет в Москве, о чём он сам сейчас расскажет в своей видео-визитке. Сейчас мы вам покажем следующего участников. Это Даниэль Диас-Падрилья. Он из Колумбии. Он живет и изучает в Москве, когда он был 11 лет. Он был 11 лет. Всем привет. Меня зовут Даниэль. Мне 16 лет. Я родился в город Богата, в Колумбии. С 11 лет я живу в Москве. И в настоящее время я учусь в ЦМШ АИИ у Алексея Викторовича Комарова. Кроме музыки я люблю гулять по Москве, читать книги. Также люблю очень животных. Всем участникам желаю удачи и до новых встреч. Даниэль Диас-Падрилья из Колумбии. Он выступит совсем скоро в первом туре международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова. Ну а несколькими минутами ранее у нас в студии была гостья, член жюри конкурса, пианистка Жанья Аубакирова. Пианистка Жанья Аубакирова, член жюри конкурса. И она сказала о своих мастер-классах в таких странах как Чина, Вьетнам и других азиатских местах. И она заметила, что в последние годы эти пианисты становились так прекрасно и хорошо квалифицированы. И она также сказала, что еще одна первая – учитель, потому что музыка – это английский язык. И также Жанья Аубакирова, когда она реагирует второе концертое в своем доме, когда ее мама заметила в этой музыке, в этой Рахманиновской музыке, даже в русской музыке, какие-то казакские интонации, казакские моменты. И что еще надо играть, если не Сергей Рахманиновской музыкой? Она сказала для нас в интервью Жанья Аубакирова, профессор и член жюри конкурса. Мы ждем с вами, друзья, третьего блока участников. Всего два пианиста впереди. На первый международный Рахманиновский конкурс молодых пианистов прислали 120 заявок из восьми стран мира – России, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китае, Колумбии, Норвегии и Узбекистана. Участники предлагали видеозапись своего выступления, снятую не позже сентября прошлого года, согласно регламенту. По итогам такого заочного тура было отобрано 15 пианистов, которые и приехали в Великий Новгород. Из них шесть – из России и Китая, и еще по одному – из Колумбии, Вьетнама и Беларуси. Я переведу. Уже шестерых мы с вами послушали сегодня. Сегодня, конечно, нужно сделать небольшую паузу, отдохнуть, потому что слушать классическую музыку – это тоже большая эмоциональная работа. Действительно интересен репертуар, который исполняют пианисты благодаря условиям конкурса, которые говорят о том, что необходимо исполнять музыку зарубежных, российских композиторов и обязательно Сергея Рахманинова. Рамки достаточно широкие. И здорово, что у нас мало повторений. Лишь только думка Чайковского раза три. А так нам действительно есть что послушать. Давайте обратимся к сцене. Скоро начинаем. Теперь давайте посмотрим перформансы. Стой с нами, пожалуйста. Конкурс прослушивания продолжается. У и Фань. Китай. Гайден. Соната для фортепиано. Ми мажор. Первая часть. Модерата. Шопен. Ноктюр. Номер 13. До минор. Сочинение 48. Номер 1. Рахманинов. Этюд-картина. Сочинение 39. Номер 5. Ми бемоль минор. Крейслер. Рахманинов. Вальс. Радость любви. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!